Всем привет! А это снова я с очередным выпуском видео-ответов. И на этот раз у меня спросили, как лучше выйти в трюк курица на вертель или стэчхок, который придумала королева полденца Феликс Кейн. Вот, несколько подготовительных упражнений и сам трюк. По опыту предыдущих роликов, пожалуйста, не делайте подготовительные упражнения и сам трюк, если вы не совсем уверены, что вы к этому готовы. То есть спросите сначала у тренера своего, убедитесь, что у вас достаточно растяжки, что вы устойчиво стоите, что у вас там суставы к этому всему готовы. Для складки Феликс обязательно надо иметь хорошую складку. Упражнение номер один. Берем какие-нибудь валики или кубики, которые высоко достаточно располагаются над полом, и тянем складку. Если вы не можете тянуться с кубиками, скорее всего, складка Феликс Кейн еще не готова к вам. И вытягиваемся как можно ниже, стараемся достать грудью до пола. Тянемся. Если вы не так давно занимаетесь, постарайтесь не пружинить, потому что когда вы пружините, в один момент времени идет очень большая нагрузочка на связки, что чревато тоже травмами. Вытягиваемся постепенно, аккуратно, на выдохе, и стараемся опуститься как можно ниже. Упражнение номер два на растяжку. Вам для его выполнения нужен партнер или друг, или тренер. Вот у меня это будет мой енот, и называется оно мотоцикл. Это парная растяжечка. Беремся ручками за пилончик. И вам ваш партнер помогает ножки дотянуть до пола. Вот. В общем, в это время вы руками чуть-чуть притягиваетесь к пилону. В общем, когда вы уже растянули все шпагаты, посидели на них, потянулись с партнером или без него, потянули себе складочку, и уверены, что ваши мышцы теплые и готовы, собственно говоря, к выполнению курочки на вертеле, вы можете начать с выполнения этого элемента на полу. Ставим нижнюю опорную ножку возле пилона, беремся ручками, пытаемся верхнюю ножку поставить на пилончик. Раз-два. Отсюда ныряем головой под ножку и ставим верхнюю ручку во флажковый хват. Отсюда просовываем ручку, которая снизу, и располагаем пилон под мышками. Когда вы достигли этого положения, вы можете взяться еще и проталкивать себя дальше на поясницу и выпрямлять ручки. Ну и теперь мы готовы к выполнению стэч-хок наверху, не с пола. В него можно выходить миллионом способов. Но я покажу самый простой классический заход. Этот заход будет извиться на ближней ноге. Смотрим. Поднимаемся вверх на пилон и через вис на ближней ноге и упор левой ручки в пилон выводим ножки в складочку. Из этого положения можно выйти, например, в планку. Поднимаемся вверх на пилон и через вис на ближней ноге.